Субтитры сделал DimaTorzok И полторы тысячи рублей Более того, каждый месяц при хорошем счете Не работая, я получаю хорошие начисления Что позволяет мне платить за тот же интернет Даже здесь я познал все прелести этого банка Так как мне не нужно ехать в город, чтобы снять деньги А просто достаточно поехать в любой местный чипок И снять с любого банкомата Так как Крокетбанк поддерживает любые терминалы Ну а если банкомата вообще нет, но зато под рукой есть интернет И вам срочно надо перевести деньги собеседнику Или заплатить за какую-то работу Через приложение Рокетбанка Я могу без комиссии переводить деньги на карту Сбербанка Или любого банка аж до 30 тысяч рублей в месяц Такая услуга присутствует лишь у единичных банков Если вы до сих пор страдаете из-за мелочей Которые вас не устраивают в других банках То бегом заказывать карточку Рокетбанка По моей ссылке в описании Ведь по моей ссылке вам дадут 500 рублей кэшбэка На бесплатную карточку Да и курьер сможет доставить в любое место Хоть ко мне сюда в лес В мою лачугу В общем друзья Ссылочки в описании Устанавливайте себе приложение Рокетбанка И бегом заказывать себе карточки Ну а мы продолжаем смотреть ту серию Где мы вытаскивали этот браконьерский УАЗик Ну и как мы вытащили мой Гелендваген Погнали Плотно прижато Да, одна Так это ее что получается с залива тащили что ли? С рыбного порта перегрузить и перекинуть сюда А отсюда уже на Польшу могли кидать Сейчас я сделаю один звонок Хочу отцу позвонить Алло, пап Тебе удобно говорить? Ты сможешь приехать на... Ну давай, все Я подъеду Давай, все, я буду тебя ждать А что, что там, случилось? Да я... Ну давай, приезжай, я тебе расскажу Давай, пап Буду ждать тебя Позвонил отцу дядь Вит Сейчас что-нибудь придумаем Так а что, давно он здесь стоит? Ну с неделю, блядь Это я смотрю по товару, блядь Но никто не идет, блядь Или перехватили ребятишек, блядь Там вон по всему салону икра рассыпана Что могли на себе унесли А это уже не могли Вот дела творятся Охренеть Блин, а вкусная? Вкусная? Не надо, не надо, не трогай А вон тропа идет дальше Дядь Вить Смотрите Есть, дядь Вить, здесь дорога? Есть дорога? Да Ну видно, что по ней давно никто не ездил Вот, раз колея, два колея Вон лужа И пошла Так, сейчас я еще раз папе позвоню Скажу, где мы конкретно Может быть гелику сейчас Или стойте здесь Я сейчас один сбегаю Ну Здорово Блин, на, подержи камеру У меня в двух руках камер Да я поснимать хотел Но Миш, подержи, пожалуйста Привет 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 Да, ну Хотел поехать в полис Кабанов там поснимать Посмотреть По природе поноситься Нет, встретил дядя Витю Тот, который, дядя Витя, там живет На хуторе Встретил его Говорит, это Если у тебя, говорит, джипы Поехали, говорит Я тебе покажу Тут это Ну пойдемте Я сейчас буду рассказывать Пойдемте А то он там стоит Ждет Я не знаю Ну ты закрой его Закрыл? Ну, вроде закрыл Ну, не знаю Конечно, яма глубокая Ты что, там забуксовал? Ну да Ну мы вышли Дядя Витя, мне такой, говорит Типа, раз у тебя, ну, типа Много там джипов техники Давай, говорит, проедем Я знаю, где УАЗ Браконерский застрял Говорит, стоит уже Вторую неделю Говорит, недели две уже стоит Без присмотра Ну и мы вот всунулись Поехали по камышам Я на гелике Вот, только вчера Зимнюю резину переобул Думал, что вот проеду Но в итоге не проехал Мы пошли дальше Чуть вперед Да И вот обнаружили Действительно УАЗик Ты сейчас офигеешь Что внутри УАЗика Поэтому я вот это Ну, надо было тебе говорить Чтобы ты один приезжал Потому что Мишка все-таки Ну ладно Я сейчас просто увидел Что внутри И мне немножко Запереживался Надо было говорить Мишка Ты, главное, рядом с нами держись Понял? Ну да, пройти придется Да гелик вон там Его уже видно Отсюда будет Он у него с колесами Весь ушел Сейчас включил блокировки Включил блокировки И все И перед начал гриппстись И все равно встал Надо бы разгону побольше брать Я не знаю У меня трос есть хороший Багажник Я не знаю Может быть, у тебя есть кому позвонить Накинем Пару тысяч Я сюда не приеду Ну это понятно Чего тебе тут тапанул? Ты висишь на мостах Здесь же болото Что-то топ Это залив Хамюши, блин И что, блокировки вырубал? Нифига Да? Не, ну он как бы Ну, зарылся я на Надо было, может, скорость Сильнее брать Хотя, если тут каша уже такая Это самое Ну ладно Пойдем, пойдем, пойдем дальше Пофиг на него Вон он стоит Вон он стоит Аккуратно Я провалился сюда Да, ну я тебе говорю Что тут скорка уже все Хух, чуть не вскрыло Вон, дядь Витя стоит Короче, посмотри Что здесь внутри Миша, что это было? Это ты же О Да ладно Да Я попробовал икру Ну так, чуть-чуть на вкус Эту не надо Она заветренная какая-то Давно уже здесь лежит Ну она И свой А может, не снять Не воняется Да Ну и эту надо Попробую вот с этой Большого ведра Это вообще, ну Там уже в этом Ну Икра же Даже лососевая походу Не, я давать не буду Не знаю еще Да Дядь Витя вообще говорит Типа контрабанда Может быть с этого Спорта Потому что я поднимался На квадрокоптере И увидел катер Небольшой катерочек Я еще к нему туда не подъезжал И видно то, что он несся По... На эту дорогу По сокращенной Через вот эти вот Дебри, через камыши Вылетел на эту трассу Ну какая тут трасса Браконьерская И вот хотел сюда Срулить Дядь Витя сказал Это вообще-то Чужая машина Что мы... Ну и что ты предлагаешь Мне сейчас делать Блин, ну... Я как бы не знаю Сколько она стоит здесь вообще? Дядь Витя сказал Около двух недель Здесь она стоит Мне сейчас самое главное Как бы меня вытащить Но... Я как бы так сейчас подумал Можно было бы Его вытащить заодно Если сейчас Ну... Ты там позвонишь Дядя Коля На тракторе И он приедет Я понимаю А тебе вот надо На вот это? Я честно говорю Не знаю Смотри сам Да... Что там? Да... Господи... Или что? Потом Надюса... Не, я тебе просто честно могу сказать Я вот... Ну... Насчет этого Я как бы не переживаю Я не боюсь Если что-нибудь Кто-нибудь там мне предъявит Ну, господи Да отдам я его Давай попробуем Завести его Ну, я честно не видел Там ни ключей Как бы ничего нету Но... Я не умею Этого всего делать А тут он что-то Старый Как древний Как этот Мамонт Он простой Я вижу там Дядь Витя Мы его это Завести его хотим Как вы на это смотрите? Он стоит Вроде ходовая машина Не могли они Просто так Они шли сюда Шли Кто-то перехватил Все Их спугнули Они ушли Все Что мы... Думаешь, что если Заведем ее Она может и сама Выехать отсюда? А что он Когда-то застрял На такой резине Он может Блокировки Он не стал Не столько застрял Я говорю Сколько пуганули Им удобно На бугры и ушли Через другую машину Авось еще там Возможно Я понял Стратеги Ну а теперь Они залегли Как говорится И ты прикинь Сколько она здесь Уже стоит Дельные А ключей не было Дядя Витя Не смотрели? Я не понял А вон Ватик Какие Что там ключи Это замки Эти Газовские Зиловские Тут они Это я положил От Гелика У него же нету Блокировки руля Да, пап? Да нету Какого-нибудь Уже вот замок Это уже вообще Старый Древний Это у вас Я не знаю В 80-70-х годов Наверное Какой-то Чисто Вот эта Резина Смотри какая Чисто Боватоход Какой-то Давай попробуем Я не знаю Честно говоря Посмотри Я не знаю Может у них там Мало ли Запасные Ключи Под ковриками Какие тут ключи Что там Отвертка Наверное Может отвертка Ну-ка Нет Обычно Замкин Тебе разбить Это такой Степень Пошел Старая Советская техника Зилы Уазы Камазы Я себе Наверное Крузу Скрутил Но Тут Вон они Тут что-то Стартер Зажигание До стартера И все Перемыкать Надо Надо Смотреть Что там Аккумулятор Есть Вообще Миша Не уходи Не уходи Далеко Или можешь Чуть-чуть Подальше Отойти Вот чуть-чуть Подальше И прислушиваться К звукам Если услышишь Рев мотора Какой-нибудь Сразу говори Хорошо? А ты что Какими-нибудь Тут нашел Да он Меня не предупредил Я отошел Думал Тут Прихвачено Здесь Лед был Дядя Дядя Ко мне Самовар Идет И мы встретились По дороге Я как бы Тоже В лес Собирался Че Помочь Там дергать надо С салона Нет Да он старый Какой-нибудь Есть аккумулятор Мопеда Негромкая Давай Везонасос Везонасоса Везонасоса О Еще качается Жидкость есть Все Вон В принципе Свежак Можно сказать Да 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 Он же простой Я имею ввиду Свежак То что Две недели Радовый вариант Использовали Именно для этого Может и нужен Для отмазки Бросили А сами ушли На чем-нибудь другом Слышь Антиприз Дождали Зеленый Да Ну давай попробуем Попьем завести Пока не стемняло И пока Мало ли кто-то Не приехал Нет А если приедут Я говорю Я его поставлю туда Ты понимаешь Что это не шутки Да пап У нас Господи Поселок Городочек Там маленький Все Как говорится Все на виду И на слуху Если что Господи Приедут Все будут знать Что будет там стоять В лачуге Да дядю Кусок провода Кусок провода Мы может вытащим Они нам еще и Благодарны будут Если кто за ним Приедет Аккумулятор хороший Там здоровый Стоит Слушай Блин Очки Нельзя Что ты Папа Говоришь Что ты Говоришь Машина Такая Чисто Для Для дела Да Так Все Что это Зажигание И просто Видишь Тут нельзя Наболго Зажигание Тоже На этих Машинах У них Коммутатор Потом Сжирает Все Электричество Если Сейчас А здесь Есть Подсос Да ладно С полпинка С полпинка Завелся Это не хочет Он же Стоял Сейчас Завели Завели Ребята И заглох Тут же Блин Мы здесь Торчим Уже Не знаю Минут Так 40 Точно Блин Опасно Этот уазик Видел Вообще Хоть раз В нашем Нашем На таких Колесах Да Я тоже Не видел С области Либо С города Либо С самого Калининграда Торчим Ну а ты Пробовал В это Выезжать Я не Уже Надо Посмотреть У нас Прогреется Ну да Пускай Прогреется Че там Че там Че там Пап Отлетело Что-то Запчасть Нашел От него От него А то я не пойду Что-то Не видно Слезая Черная Не знаю Крепление Что-то Или радиатор Или что-то Я сам Не могу понять Что-то Хорошо Начали Программовать Передача Крепление Тихо Мишна Подержи Камеру Стой Стой Павочка Только На вот эту Красную У него Сцепление Что-то Вообще Такое Что С блокировками Что-ли Что-то У него Тяга Тут Что-то Передний мост У него Что-то Не доходит Ребята Смотрите Передок Включился Не знаю Насколько Ребята Смотрите Номер Если Этот УАЗик Вам знаком То Обращайтесь Ко мне Напрямую В личку Если знаете Чей-то УАЗ Это Я думаю Найдутся Хозяева Быстро Быстро Ты Что Полный Привод Включил Ему А Тяга Лопнула Ну На передок Который Включает Понижайка То есть Но Понижайка Не включается Пока Передок Не включишь А был включен Какой Задний мост Только включен Только Задний мост Ну Вот Они Походу На заднем мосту И Тыркались Я не скажу Что на походу Или она у них Выскочила Просто Они Нет Они ехали На полном Приводе Здесь А он Где-то Может быть Выскочила И в камышах Может выскочить Уже Давай Задом Выезжай Задом У меня Трос В гелике Может быть Сейчас Уазиком Гелик И вытащим Насколько Много топлива Уазики Тоже Не знаю У него Два Бака Вообще По идее Попытка Выехать Номер Один Папа Сделал Полный Привод Понижайку Вот Так Опять Вылетело Что ли Нет И работал Только Один Задний Мост Вот Вылетела Понижайка Или как Вот А папа Взял И все Сделал Погодь Дай Я сяду Витя Подсказал Блин А сам ушел Может я на сяду Парк Не Не Ну на этих Багутках Он прет Тут смотри Едет Ну да Ну вот Резина Передал Но это Невоенный Уазик Невоенный А как Отличить Военный Невоенный Ну он Во-первых Смотрю Родной То что он Голубой Не знаю Цвет У него Синий Не по мостам У него мосты Я заглянул У него мосты Невоенные Гражданские Гражданские Да Военные Тут вообще Там 4 на 4 гребет Блин Что с этой икрой-то делать Но я ее трогать не буду Я его просто оставлю Пускай она в холодильник Где там На морозе стоит Я даже ее в холодильник поставлю А тот кто найдется Все отдам Главное Чтобы он в розыске Нигде не был А то может он и вправду Там Удирал Отдым 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть! Да, вот дилемма еще УАЗик вытащить. Надо было мне на нем не ехать. Ну ладно. Он на Чироке? А? Чироке вообще не проехал. У него лысая резина. Это хорошо, что я еще вчера надумал поехать переобуть резину на зимнюю. У меня летняя стояла до этого. И я вообще хотел по лесам покататься сегодня. Видишь, как получилось. На тебе рацию. Будем, если что, по рации. Моя там вторая лежит. Если что, мне там, говори, какие-нибудь опасные ямы. Или, может, кто, мало ли, тебе на дорогу встретится. Ну и, а так, вообще, я тебя там обойду, когда поедем через поселок. Я тебя обойду, обгоню. Если что, я тебя буду оповещать. Давай, папа. Может, не через поселок, потому что нам надо крайними путями идти. Ну хорошо, посмотрим сейчас. Дай-ка я разгона возьму немного. Ну, похоже, она включена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok